добрый день добрый день участники здрасьте дмитрий сергей добрый день к сожалению мне прислали от альнатора что он участвовать не может потому что у него в это время удаленные занятия лекции читает но не в это время у него удаленные занятия в 12 но он уже не смог участвовать значит другие никто ничего не прислал но я боюсь что дубнинцы могут не появиться и я вижу что единственный докладчик на данный момент это сергей геннадьевич да 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 я здесь да ну тогда сейчас вот ровно будет 10 часов мы объявим открытым наше заседание и тогда сергей геннадьевич начнет выступление если вы не против я попробую поделиться экраном тогда если я смогу да давайте мы сейчас все это разберемся да и так 100 я объявляю открытым наше заседание у сергей геннадьевич оказывается макинтош я даже не знал об этом а а я как туда перешел со временем до целиком на на бизде макинтош то free bsd значит вы тоже юниксист каком-то руле ну чтож давайте я делюсь да 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 у вас видно все очень хорошо да ну что ж дорогие коллеги я так понимаю что у меня первое и я надеюсь не последнее выступление этой конференции еще завтра будут и в последующие дни другие секции значит у меня был заявлен доклад который совместно со студентом который у меня пишет работу студент по направлению бизнес-информатика и тема доклада посвящена оценкам опционов моделях локальной волатильности с использованием параллельных вычислений о чем пойдет речь в настоящее время высокопроизводительное вычисление активно используется в задачах связанных с машинным обучением и особенно с глубоким обучением да то есть нейронных сетей однако есть традиционное применение высокопроизводительных вычислений финансах и к этим задачам относятся например такие как расчет стоимости ценных бумаг алгоритмическая торговля и управление рисками но в настоящем докладе рассмотрит рассматриваются вопросы применения высокопроизводительных вычислений в случае если динамика цены базисного актива подчиняется стахастическому дифференциальному уравнению где волатильность является функцией цены базисного актива и времени такого рода задачи называются такого рода модели называются моделями локальной волатильности в чем состоит модель допустим что у нас есть финансовый актив и цена данного финансового актива подчиняется стахастическому дифференциальному уравнению которое вот показано здесь на экране вот оно без без номера в данном случае r это безрисковая процентная ставка а функция сигма которая сюда входит это волатильность которая зависит от стоимости базисного актива и времени w это винеровский случайный процесс но дифференциал здесь показан другой буковкой вот такой дельта иногда используют в качестве обозначения такую же букву как обычно д большое и имеется начальное условие то есть в текущий момент времени мы считаем что цена финансового актива детерминирована и требуется решить следующую задачу требуется найти справедливую стоимость дериватива которая зависит от текущей стоимости базисного актива и времени и имеют в момент погашения опциона платежную функцию кси от с это стандартная традиционная постановка задачи ценообразование опциона обычно она решается в предположении что волатильность постоянно это так называемая модель блэка шоулза то есть если вот в этом стокастическом дифференциальном уравнении сигма константа то это модель блэка шоулза она хорошо изучена и обычно используется именно она как может быть решена задача в общем случае ну в общем случае можно использовать формулу фейнмана каца и получить стоимость дериватива стоимость опциона последующей формуле где ро это переходная плотность то есть плотность вероятности перехода из одного состояния в другое в принципе вот эта функция переходной плотности она должна удовлетворять уравнению фокера планка соответствующими граничными условиями условиями нормировки и если мы знаем вот эту функцию то в принципе мы можем по этой формуле вычисляя интеграл найти стоимость опциона функция ро известно в замкнутом аналитическом виде только для некоторых отдельных случаев которым в частности относится модель блэка шоулза а в общем случае для того чтобы определить ро требуется применять численные методы как это можно сделать ну в принципе это можно сделать при помощи метода монте-карло и и в данном случае мы действуем следующим образом фактически нам нужно определить плотность распределения случайной величины с от т и для этого мы должны выполнить большое количество реализации случайной величины с и действуем следующим образом разбираем отрезок времени от т нулевое до т большое значит т нулевое это текущий момент времени а т большое это момент истечения срока опциона на н равных частей далее применяем простейшую численную аппроксимацию это схема эйглера маруямы которая выглядит следующим образом в принципе можно использовать более сложные схемы можно использовать схему мельштейна можно использовать стахастические версии схем рунге кута но в принципе для нашей задачи мы ограничиваемся вот таким простейшим подходом что входит вот в схему эйглера маруямы но я обращаю ваше внимание что вы здесь фигурирует переменная эпсилон это случайная величина которая имеет стандартное нормальное распределение таким образом для того чтобы применять эту схему нам нужно иметь возможность вот получать случайные величины которые имеют стандартное нормальное распределение причем в большом количестве потому что здесь будет достаточно большое число повторений идем дальше значит в результате моделирования траектории стахастического дифференциального уравнения мы получим набор значений стоимости базисного актива вот в момент времени t большое и этот набор будет иметь у нас вот такой вот вид с и с индексом н и количество вот таких вот значений она у нас равно будет n маленькая это количество смоделированных траекторий сду что делаем после этого после этого нам нужно построить эмпирическую плотность распределения случайной величины s от для этого мы разбиваем отрезок от минимального значения до максимального значения на m равных частей и дальше подсчитываем количество попаданий вот вот этих вот значений s и t в соответствующий как бы отрезок и строим эмпирическую плотность распределения случайной величины вот по такой формуле в принципе это все достаточно как бы прозрачно и понятно что делаем дальше тогда согласно формуле риск нейтрального ценообразования формуле фейнмана каца мы можем аппроксимировать стоимость дериватива по следующей формуле значит вот для общего случая у нас получается вот такая вот формула случае если мы рассматриваем европейский опцион call то платежная функция у нас имеет вид вот такой максимум из с минус к и нуля поэтому формула принимает следующий вид в принципе важным важными особенностями этой формулы является следующее что величины с и т с индексом n они могут вычисляться параллельно это в принципе создает возможности для использования параллельных вычислений при расчете стоимости опцион или я хотел задать вопрос хорошо любит меня слышно вас слышно очень хорошо и уже набор вопросов возник на вопросы мы в конце обсудим хорошо хорошо иду дальше значит как мы можем организовать параллельные вычисления если мы используем язык питон в принципе параллельные вычисления могут быть организованы различными способами один из наиболее удобных вот в данном случае это использовать модуль мультипроцессинг который входит стандартную библиотеку языка питон как это делается в языке питон ну вот собственно говоря мы импортируем вот суть как бы она показана вот здесь мы импортируем этот модуль в программе нашим создаем объект класса пул и дальше мы запускаем на параллельное выполнение некую функцию которая в нашем случае называется вот так lvm sd и мы запускаем для параллельного исполнения при помощи метода map и метод map он применяет вот эту функцию lvm sd и к входному списку параметров который вот у нас назван вот таким образом в данном случае у нас количество вызовов вот этой функции lvm sd и будет соответствовать длине списка input list сама функция для вычисления нужных нам значений она на языке питон питон выглядит следующим образом значит но мы используем здесь библиотеку numpy для для ускорения процесса значит мы вычисляем собственно говоря вектор случайных значений имеющих нормальное распределение при помощи обращения к соответствующей функции библиотеки numpy и дальше мы вычисляем собственно говоря вектор вот последовательных значений при помощи вот такого обращения причем это вычисление она будет быстрым поскольку мы используем как раз средства библиотеки numpy сами вот параметры которые входят вот в эту функцию они определяются как глобальные переменные как переменные модуля это связано с тем что есть некоторые особенности передачи параметров вот 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 в эту функцию значит что у нас получилось при моделировании скажем так вот этого кода при исполнении этого кода на компьютере macbook pro вот с восьмиядерным процессом intel core i9 значит данный компьютер имеет 8 физических ядер по два аппаратных потока на каждое ядро всего 16 аппаратных потоков поэтому модуль мультипроцессинг распознает данный компьютер как имеющий 16 физических ядер но это конечно не так ядер всего 8 поэтому несмотря на то что вот мы на рисунке видно что мы загрузили как бы все 16 ядер и вот здесь тоже показано видите почти стопроцентная как бы загрузка всех ядер чудес не бывает ядер всего 8 поэтому ускорение у нас конечно получается не 16 раз а значительно меньше значит что именно у нас получалось ну вот мы делали моделирование вот с такими параметрами значит смотрите что означают эти параметры значит у нас получается что n значит мы разбивали отрезок от нуля до единички на сто тысяч интервалов мы вычисляли 5000 траекторий так только здесь у меня противоречия до получается да вот здесь и здесь ну можно посмотреть как на самом деле это выиграл выглядело ну и вот переменные дрифт и диффужен это лямбда выражения которые определяются вот таким образом это соответствует вот такие выражения соответствует как раз модели с гиперболическим синусом которую мы пробуем развивать и вот в результате параллельных вычислений вот удалось достичь следующего ускорения но это примерно в шесть с половиной раз ну собственно говоря да ядер всего восемь есть накладные расходы поэтому конечно мы не можем здесь достичь в данном случае ускорение больше чем восемь раз накладные расходы съедают часть производительности поэтому получилось вот ускорение в шесть с половиной раз что в принципе тоже не так плохо если говорить о том как связаны как бы у нас эмпирическая плотность и теоретическая плотность мы знаем теоретическую плотность потому что удалось ее вычислить в данной задаче вот в принципе аппроксимация выглядит вроде бы достаточно неплохо вот столбики соответствует эмпирической плотности а красная линия соответствует теоретической плотности так что в принципе но мы делали вычисления не напрасно теперь что можно сделать дальше какие направления развития ну в принципе можно делать параллельные вычисления на графической карте и есть две основных библиотеки для того чтобы вызывать графическую карту из языка питом это библиотека пикуда пайкуда которая предназначена для карт nvidia и библиотека пай open c l которая предназначена для видеокарты md ну вот тестовые программы показывают что при использовании gpu программный код ускоряется но практически в тысячу раз то есть вот на том компьютере на котором я провожу как бы презентацию на котором делались расчеты у него дискретная графическая карта md radeon pro 5500 м в ней 1536 процессоров на которых как бы можно запускать программы и на тестовые задачи которые представляют собой суммирование массивов программный код ускоряется в тысячи раз то есть очень большое ускорение как выглядит шаблон как бы использование библиотеки пай open c l когда мы вызываем его из питона в принципе мы подключаем библиотеку подключаем пай open c l подключаем библиотеку numpy дальше выполняем некоторые служебные вызовы которые нужны нам для того чтобы инициализировать как бы графическую карту а дальше мы должны написать программу на языке си которая передается из языка питон в виде символьной строки для того чтобы она скомпилировалась вот компилятором который работает онлайн причем эта программа должна быть тоже написана с использованием соответствующих соглашений как бы да вот этой библиотеки open c l и тогда дальше потом как бы код может быть запущен на параллельное выполнение при помощи соответствующего вызова какие здесь возникают сложности если мы будем пытаться использовать вот такой подход для оценки опционов тут пока просматриваются две как бы основные сложности первая сложность состоит в том что во фреймворке open c l отсутствует генератор случайных чисел то есть принципе его нужно писать самостоятельно или воспользоваться какими-то наработками которые настоящее время известны в принципе это не такая большая проблема поскольку нам не нужен генератор случайных чисел высокого качества который нужен например для криптографии для нашей задачи ну достаточно будет какого-то простого генератора случайных чисел также вторая сложность которая будет у нас возникать это то что во фреймворке open c l отсутствует прямая и обратная функция нормального распределения а нам нужно получать случайные числа как раз имеющие стандартное нормальное распределение но здесь выход тоже есть поскольку есть скажем так аппроксимации для прямой и обратной функции нормального распределения но соответственно вот нужно будет в программном коде это все на языке си описать ну коллеги вот наверное как бы это все о чем я хотел сегодня сказать вот в заключении скажу что моделирование стахастического дифференциального уравнения метода монте-карло при помощи параллельных вычислений показывает что получается эмпирическая плотность которая достаточно хорошо аппроксимирует теоретическую плотность при использовании модулем мультипроцессинг получается ускорить исполнение кода но не очень радикально а дальнейшее ускорение программы может быть достигнута если мы используем графическую карту благодарю за внимание если есть вопросы то с удовольствием отвечу крайне крайне интересный заклад и для нашей группы он тоже очень интересен потому что мы тоже какими-то кусочками этим же занимались есть ли вопросы я разрешите задам несколько вопросов значит а почему вы считаете что ваш процесс описывается данным стахастическим уравнением из каких соображений вы знаете финансах есть подход который аналогичен подходу ну скажем так в теоретической физике да то есть как бы придумывается некоторая модель а дальше мы сравниваем те результаты которые эта модель дает с тем что мы наблюдаем как бы на практике и вот с этой точки зрения мы можем рассматривать самые разные как бы модели вот любые модели важно лишь получить что-то что можно было бы потом интерпретировать но дело в том что вот это стахастическое дифференциальное уравнение которое вы используете она на самом деле находится уже в конце модели то есть модельные какие-то представления находятся далеко вверху а это уже обработанный результат вот модельных самих представлений у вас тут нету а это молодой человек делал на магистерскую или на бакалаврскую очень хорошо да просто хорошо было бы дать какие-то первые принципы то есть из каких идей все это из каких больших моделей все это следует а почему эйлера муруямы вы знаете есть такая точка зрения что в принципе вот специфика тех задач которые возникают как бы финансах ну как бы этой схемы достаточно это такое мнение высказанное ну в различных там статьях она высказывается то есть люди делали расчеты с использованием допустим схемы мельштейна и считается что ну какого-то серьезного смысла использовать более тяжелые методы нет я поэтому как бы здесь вот не могу не выступить защитником этой позиции не опровергать ее вот действительно можно было можно сделать и было и мельштейна схему и можно было рунги кута да стахастические как бы версии тем более от ваших работах эта тема очень активно развивалась я их смотрел эти работы на бакалаврские работы вот я подумал что достаточно будет схемы но на самом деле это оптимальная схема это вариант рунга куты на самом деле если мы рассматриваем рунга кута в общем смысле то как подход то или марая мы просто рунга кута низкого порядка да он очень очень хорош потому что со стахастическими дифф уравнениями мы все равно упираемся в порядок и если в обычных дифф уравнениях стандартно рунга кута 4 порядка считается вполне нормальным то в стахастических выше 3 порядка мы ничего адекватное сделать не можем значит и еще вопрос такой а вы уверены что с ду вам даст прирост потому что ваша задача она как-то не совсем под мпп подходит ну без и сергей чего имеете ввиду что вот значит у вас ваша задача значит сам рунга куты или амуруямы не очень хорошо распараллеливается значит он у вас хорошо идет в смп варианте под поскольку у вас считается много траектории они считаются отдельно да да но графическая карта это мпп мульти процесс систем значит там проблема в том что должно быть много данных и одинаковые вычисления на данных а у вас получается что разные ветви программ то есть у вас вы не заполните графический процессор данными чтобы параллельно все это считать поэтому я не совсем уверен что вам использование графики даст какой-то глубокий результат ну да я согласен что могут встретиться какие-то сложности вот я пару сложностей как бы перечислил если мы будем делать скажем так многомерный вариант то есть у нас здесь вот одномерная до стахастическое дифференциальное уравнение если будет моделироваться задача для многомерного для системы стахастических дифференциальных уравнений да там сложности просматриваются но вот для одномерного случая ну надо подумать я услышал вас да я я обдумаю да но это вот мое мнение очень интересно очень познавательный и очень глубокий доклад мне очень понравился вы его вывесили на сайт вы знаете я на сайте не понял как это сделать потому что там везде все вроде как бы закрытая нет как бы на почту вы можете мне на почту послать я сам вывешу на самом деле там вы щелкаете по своему my contribution и там внизу написано материалы вот щелкаете на значке карандаша и там можно подгрузить файлы и так далее мы просто выложим да вот так сейчас а меня нужно мне нужно себя найти да сейчас посмотрим где мы себя найдем так у меня в общем короче говоря не получилось это сделать попробуем так а где я под каким я номером здесь а контур а вот control f сделайте начинайте набирать себя посмотрим так так не найдено сейчас посмотрим может быть по-английски так два совпадения так где мы папа папа так сейчас смотрим где-то вы должен появиться сейчас посмотрим так вот здесь наверно давайте вот так вот сюда вот здесь давайте так значит у меня здесь наверно есть трек да у меня другой трек а у вас зафиксирован трек трека сейчас нет ни ноутреку треку уберите ноутрек это вообще ничего не показывает да и фильтр вообще уберите просто фильтр делайте чтобы все треки были так сейчас посмотрим значит русский язык нет сейчас по-английски тоже нет сушить чудеса так давайте я вот трек тогда вот этот выставлю сейчас дистрибьютик я там по моему когда был один вот да и вот презентацию ведь я вот не могу понять то есть но у нас это у вас до заблокировалось да я вот не могу здесь ничего сделать сейчас давайте а под кем он подавался подо мной да да вы 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 подавали да нет вот презентации материал а у вас нету почему-то значит это не знаю почему лад присылайте я выложу хорошо понять почему тут этого нету должно быть ну хорошо да коллеги спасибо большое за внимание да большое спасибо большое спасибо больше я вижу никто не подключился у нас по списку были значит представители дубные но они что-то вы васильев был он почему-то не проявился сервер анатолич и разумчик он сказал что он тоже не может но соответственно будем считать что мы впервые провели в таком формате нашу сессию никто до нас это не делал большое спасибо всем а будем считать что наша сессия на этом завершена ну вот и все пожалуй большое вам всем спасибо спасибо хорошего дня дим не слышно да 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 дим отключаемся я думаю что мы ждать больше никого не будем я эту запись выложу будет лежать на данных конференции все большое спасибо ладно до свидания всем до свидания до